В бюджет республики должно поступать порядка двух миллиардов акцизов на алкогольную продукцию. Такую задачу поставил глава региона на встрече с генеральным директором Чебоксарского ликероводочного завода. Ликероводочную промышленность республики удалось реанимировать. Этим летом возобновили работу завода в Чебоксарах и Ядрине. Цеха обоих предприятий модернизировали, вложения инвесторов превысили 8 миллионов. Это позволило нарастить объемы производства. Только в июле-августе на Чебоксарском заводе выпустили более 40 тысяч декалитров. За год намерены произвести более 400. Прорабатывается вопрос о расширении рынка в сбыт. Ведутся переговоры с крупными сетевыми магазинами. Со всеми местными сетями, не федеральными местными сетями, заключены договора, значит работа идет. Несетевая розница, отдельные предприниматели, которые работают на территории Чебоксарской республики, они тоже с нами подписали договора, мы по ним тоже доставляем. Местная продукция может конкурировать с завозной, отмечает глава республики. Прибыль от реализации акцизов должна существенно повлиять на доходную часть бюджета. Если мы хотим еще лучше жить, мы должны все, как патриоты, стремиться к тому, чтобы больше продавать наши продукции, произведенные Чебоксарской республикой. Потому что 50% от виновочных изделий пополняется доходная часть консулированного бюджета. Поэтому я имею на это право, потому что закон о бюджете я подписываю. Мы убеждали наших предпринимателей, торгующие организации. Но можно сказать, ВОЗ и ныне там. Если на самом деле мы вместе будем работать на общий результат, мы на 2018 год акцизов больше можем предусмотреть. И те просьбы, которые высказывают жители, можем эти вопросы тоже разрешать. На сегодняшний день потенциал республики в части производства пилы безалкогольной продукции и алкогольной продукции крепких напитков, так скажем, примерно это пополнение бюджета не менее 2 миллиардов рублей. Это потенциал. И это еще не предел. Но чтобы этого достичь, естественно, нужна нам грамотная реализация. Чтобы наши торгующие организации продавали, реализовывали продукции местного производства.